Я вижу, как Господь присутствует здесь сегодня. Я хочу помолиться перед своей проповедью. Отец наш, я прошу, чтобы ты вел меня. Чтобы ты открыл сердца всех слушающих и смотрящих. Чтобы Твое Слово могло очищать нас и ободрять нас и укреплять и приближать к Тебе. И чтобы никакая сила, которая хочет противостоять нам, не смогла преуспеть. Во имя Иешуа. Аминь. Последний раз, когда я проповедовал, я говорил о пробуждении. Это было уже месяц назад. Но с того времени я стал больше и больше приближаться к Богу. Искать его лица. Искать его воли и его водительство. И Бог начал говорить ко мне. И изменять. И начать лотать масарин. И давать какие-то слова. И сегодня, через свою проповедь, я хочу поделиться некоторыми откровениями, которые я получил. И я сегодняшнюю проповедь назвал «Любовь, молитва и сила в Духе». Не знаю, насколько мы сможем все успеть сегодня. Но мы посмотрим, как Бог будет вести нас. Ахава. Любовь. Среди нас есть люди, которые хорошо знают Бога. Возможно, есть люди, которые только ищут Его. Есть, которые вообще его не знают. И то, что Сашко рассказывал, у них внутри есть пустота. И они ищут, как наполнить ее. Но Божья любовь огромна. И я хочу прочитать одно местописание, которое связано с Божьей любовью. Написано в первом Иоанне, 4 главе. Пасух 10.11. Ахава. Ахава. Это не что мы любили Его, но что Он любил нас. И что Он любил нас. И уделил Бноу. Овуру хатаэйну. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Он полюбил нас. И послал Сына Своего, воумилостивление за грехи наши. Мы не до конца понимаем, что значит Божья любовь. Я даже как-то проповедовал на эту тему. И я хочу немножко еще сказать об этом. И написано, что Ишуа был равен Богу. Но Он оставил это место, и Он спустился в наш мир в образе человека. Подумайте о ком-то, кто имеет всю силу и власть, и которому принадлежит весь мир. И Он оставил все ради тебя. Потому что мы, этот мир, мы грешные люди. Но Бог судья праведный. И Он судит грех. Он должен воспроизвести свой суд. Потому что Он истинный и праведный судья. И если мы придем на Его праведный суд, нам за все наши грехи полагается наказание смертью. И были разные наказания за разные грехи. И были разные виды наказания до смерти. А то, что произошло с Ишуа, Он все это наказание взял на себя. Весь стыд. И всю боль. Он взял на себя вместо нас. И в этом заключалась Его любовь. Я хочу, чтобы вы представили, вот сегодня Виктор говорил про образы. И сейчас вместе со мной. Закройте ваши глаза. И я уверен, что вы сможете почувствовать Божью любовь через то, что я буду говорить сейчас. И представьте себе Ишуа, распятого на кресте. Вот он висит на обнаженный на этом кресте. И все смеются над ним. Смеются и плюют. Мелых Амлахин. Царь царей. Пошлот мебуяш. Который переживает стыд. И голова его, из головы истекает кровь. И на всем теле нет одного кусочка живой кожи. Потому что весь он в ранах. И что он сделал? Ничего. Он не совершил никакого преступления. Написано, что даже лжи не было в устах его. Но все это, это наказание, которое заслужили мы. Это наказание всего этого мира. А ты должен был быть там. Но Ишуа выбрал быть там, вместо тебя. И такова есть любовь к Богу. И Божья любовь, она безусловная. И Он возлюбил тебя, когда ты еще был в своих грехах. Он первый сделал шаг по направлению к тебе. И Он уже совершил все. И Он все заплатил всю полную цену. Это Божья любовь. Это то, что Он сделал ради нас. Ради каждого из нас. И в послании к Ефесянам есть стих. Мы сейчас закончили изучать послание к Ефесянам. Он говорит, Я хочу, чтобы вы попытались постигнуть Божью любовь, которая превыше нашего разумения. Давайте его прочитаем. Третья глава, 18-19 стих. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Мессии, дабы вам исполниться всей полнотой Божью. Понять Его огромную любовь. И когда мы начинаем только понимать, что-то начинает происходить внутри нас. Что-то начинает изменять нас. Наши отношения к Нему. Наши отношения к людям вокруг нас. Наши отношения к вере. Многие вещи могут измениться. И это моя молитва, чтобы мы только могли попытаться понять Его великую любовь. Однажды к Ишуа подошел молодой человек. Мудрый и умный человек, который знал Писание. Он сказал, скажи мне, какая самая наибольшая заповедь в законе. Ишуа сказал, возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем, всей душой, всем разумением. И он говорит, а вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Что значит любить Бога? Что значит любить Бога? Что значит любить Бога? Я видел такое видение, что Ишуа стоял на сцене. Не на этой сцене, не в нашем зале. Это было где-то на улице, он стоял на сцене, он говорил, он рассказывал Божье Слово, но его голос не был слышен. Никто не мог услышать его. Потому что вокруг сцены было очень много людей. И все кричали. И все кричали, и говорили, замолчи. Лех ми פה. Мы не хотим тебя слушать. Люди были очень против. И большинство было таких. А с левой стороны была маленькая группа верующих людей. Я тоже стоял там. И мне хотелось выйти на сцену и помочь Ишуа. Я начал что-то говорить и получил такое же отношение. Заткнись и сиди тихо. И были люди, которые просто стояли и молились за этих людей. Они молились в сердце, даже не произнося слов. Но каким-то образом толпа услышала их молитву. И они тоже подходили к ним и говорили, замолчите. И тогда я начал спрашивать Ишуа. Я спросил, кто все эти люди? Почему они такие агрессивные? Почему они не принимают тебя? Он сказал, это мир. И я говорю, ну как же написано, что все творение жаждет и они ищут Божью любви? Он говорит, это правда. Есть очень много открытых людей. И нужно собрать эти плоды. И я сказала, что делать с этими людьми, которые против? Они такие агрессивные, они так противостоят. Нужно ли нам замолчать и не говорить? Он говорит, ни за что на свете нет. Он говорит, вам нужно замолчать и не говорить. Нужно продолжать и проповедовать благоу весть и делать это с мудростью. Я сказала, что еще делать? Они очень против. Он говорит, вам нужно любить их. Вам нужно изливать свою любовь к ним. Несмотря на все их противостояния. Говорить с мудростью и дать любовь. Но то, что удивило меня во всей этой картине, что очень мало было верующих среди этой толпы. И тогда я спросил его, а где все верующие, почему их так мало? И то, что он ответил, просто мне принесло боль в сердце. Он говорит, каждый верующий заботится только о своих делах. У них есть свои каждодневные дела и заботы. У них есть свои каждодневные желания. И они планируют свои собственные планы. И они не пекутся обо мне. Они не пекутся обо мне. до того, как он ответил мне, я сначала спросил его, а что по поводу нашей общины? Он говорит, у вас есть хорошие люди которые заботятся о других людях. Они любят других людей и они помогают и проявляют свою любовь. Они служат и дают любовь другим людям. Но они не пекутся обо мне. Они все еще ставят свои желания на первое место. И тогда я спросил и тогда я попросил его, измени нас. И тогда Yeshua посмотрел на меня особенным взглядом полным любви и милосердия. И мне не нужно было даже ждать ответ, я понял. Он говорит, я не могу это сделать. Они сами должны измениться. измениться. И тогда я сказал, ну вот какие, что именно физически, какие действия мы должны предпринять, чтобы измениться. Он говорит, это не связано с физическими действиями. То, что мы делаем каждый день, с этим все в порядке. мы идем на работу. Мы заботимся о наших семьях. Он говорит, это нормально, здесь ничего не нужно менять. Они должны изменить что-то в своей голове. они должны изменить порядок, кто стоит на первом месте. О чем ты заботишься, во-первых. Что они прежде всего должны искать меня, а только потом все остальное. это был особенный разговор. И она продолжала молиться. Продолжала молиться за нас и за нашу общину. Что нам нужно изменить что-то внутри. Я почувствовала на себе. Когда я начал к Богу приближаться больше, то каждый день мой оставался таким же. Потому что я также продолжал ходить на работу. продолжал делать все вещи, которые делал вчера и позавчера. И тогда я спросил, можно спросить, а что ничего не изменилось? Очень сильно изменилось. Бог начал менять меня. Он начал изменять мои понимания внутри. Мое отношение к людям. очень много он начал менять внутри. Очищать. Очищать и очищать. И вдруг ты смотришь на этот мир, на людей другими глазами. Он начал наполнять тебя силой. И ты на работу приходишь, ты тот же человек, но у тебя есть силой. Ты так же разговариваешь с людьми, но вдруг у тебя есть силой ободрять и любить. И можно спросить. Я тоже обычный человек. который устает. Бен дам сложный в жизни. Сложно вставать на молитву. Наша тело слабое. Но Бог хочет нас такими, чтобы он был на первом месте. И тогда я спрашиваю, сложно мне, все еще сложно ли мне вставать утром на молитву. продолжаю ли я быть уставшим? И ответ да. Это сложно. Но кто дает утомившемуся человеку силу? И кто поднимает молодых, которые падают? Только Бог. Бог дает силу. Написано, что наша плоть немощна, но дух силен. И ты просыпаешься и нужно встать с кровати и вообще сил нет. Тебе хочется еще поспать и поспать. И особенно зимой, особенно в дождь. А ты завернут в теплое одеяло. Какая молитва? И тогда я провозглашаю сам в себе. Тело слабое, а дух сильный. и я хочу чтобы тело было слабым. Я хочу чтобы дух превозмог мою плоть. Чтобы не плоть превозмогла мой дух. Чтобы силу я получала от духа. Чтобы противостоять и продвигаться вперед. Божьей силой можно делать разные вещи. Это любовь по отношению к Богу. Искать Его и поставить Его на первое место в своей жизни. И проводить время вместе с Ним. И Ешуа сказал вторая заповедь подобная первой возлюби ближнего своего как самого себя. И есть много людей вокруг нас братья и сестры и люди в этом мире. Есть несколько видов любви. На греческом языке есть четыре вида. Первый вид любви – сторги. Это любовь, которая между близкими людьми, как мама любит своих детей. особенная любовь. Это очень сильная любовь. Эта любовь может делать много вещей. любви. любовь может побудить человека пожертвовать с собой ради тех, кого он любит. филео. Я знаю что здесь немало мам. Вы можете согласиться что вы готовы пожертвовать многим ради своих детей. Это особенная любовь которая существует. Есть еще один вид любви который называется филео. Это любовь которая больше на уровне привязанности. Если кто-то тебе нравится у тебя есть привязанность ты даешь ему почувствовать свою любовь. Но если тебе человек этот не симпатичен то ты не испытываешь к нему этот вид любви. это такая любовь которая должна быть взаимная. А если ты кого-то любишь такую любовь и тебе не отвечают так она сама по себе проходит. Есть еще один вид любви про нее практически не говорится в Писании. Но она существует ее дух в Писании существует. Эта любовь называется эрос. Эротика. эротика. Это любовь которая ищет только страсти. Ты можешь использовать человека ты можешь переспать с ним и все и больше тебе уже ничего не надо. Эрос это эгоистичная любовь которая ищет своего. Эгоизм. Только для меня. Только мне. Все вокруг меня. Я центр этого мира. это такая любовь. Все мне послужите. Эй Иша буй лепо. Женщина иди сюда. Почему посуду не помыла? У меня дома грязно. Где мой пирог? Это любовь которая не дает ничего взамен. это любовь которая разрушает. И в Писаниях в Новом Завете эта любовь называется злом. Потому что эгоизм это зло. И мы не хотим чтобы у нас такое было. И если это существует то стоит от этого избавиться. Есть другая любовь. Божья любовь. Которая называется Агапа безусловная любовь. И когда написано возлюбие Бога или возлюбие ближнего там используется слово Агапы. Бепасук Шекаран у Бе Йоханна в месте Писания которое прочитали в Иоанна написано что как Бог возлюбил нас так мы должны любить друг друга. Это не то как я люблю самого себя. Это как Бог возлюбил меня. Понимаете разницу? Иногда мы любим себя и также готовы любить другого. Можем попытаться. Иногда мы ненавидим себя. Иногда я думаю какой я бедный человек. Какая я несчастная. У меня все плохо. Какую ты тогда любовь дашь своему ближнему? Но Бог говорит я хочу чтобы возлюбили другого как я возлюбил вас. Это любовь безусловная. любовь это непросто. Любить кого-то безусловно любовью это непросто. Я расскажу что со мной произошло мне даже где-то стыдно. Но Бог обличил меня очень сильно. Несколько недель назад я был вообще не в Наци рити. Я проповедовал там и все было хорошо. Вернулся домой. И там община очень маленькая. И там есть люди которые особенные. Они особенные. Возможно Бог хочет чтобы я использовал это слово. Есть некоторые с физическими недостатками. которые с умственными недостатками. И они странно себя ведут. И когда я познакомился и у нас есть люди там все мишугаи. И у нас была домашняя группа и тогда я рассказывала как я съездил и говорю там вообще все сумасшедшие. Ведут себя странно кричат во время собрания. Мы сидели разговаривали смеялись. Примерно прошла неделя во время когда я начал молиться Бог меня очень сильно обличил. Он говорит как ты смотришь на этих людей? Так ты говоришь? я за каждого из них заплатил цену. А чем ты лучше каждого из них? чем ты лучше каждого из них? Я люблю их. Может быть даже больше чем тебя. Моё сердце открыто для них так же как для тебя. Он напомнил мне стихи где Ишуа говорит что больные нуждаются во враче. Нездоровые а больные нуждаются во враче. Не поднимай себя над ними. они очень драгоценны для меня. Они мои. Бог наполнил меня такой любовь и просто изменил меня в тот момент. показал свою любовь к этим людям. Как Он любит их. Он говорит не пренебрегая никем. Это было очень сильно. И Он напомнил мне стихи из первого Коринфина первой главы. Он говорит посмотри на того кого Бог избрал. кто из нас сильный герой но Он избрал патчи тех которыми все пренебрегали но я люблю их и хочу чтобы ты также полюбил их и хочет так чтобы мы любили других как Он полюбил нас. И только Он может это сделать. Вы знаете если я спросил от себе если в офисе все изменилось на 100%? Нет. Нет. Но частично да. И в правильный момент Бог действует если нужно меня это меня еще. И то что самое интересное я после этого подумал Бог обличил меня потому потому что я приходил к нему в молитве. Он обличил меня потому что я потрудился встать перед троном славы. Но если я этого не делал это такие вещи которые мы все посмеялись весело над этим. Это не было не то чтобы мы сильно нагрешили. Это было что вы знаете даже среди верующих смеются над другими людьми. Есть очень много людей которые похожи на это. Есть вещи которые похожи на то что произошло. Мы иногда что-то делаем и даже значения не придаем. Если бы Бог не обличил меня я бы продолжал так же жить. Я думаю что есть много что находится внутри нас и мы продолжаем с этим жить. Если ты не приходишь к Богу если ты не приходишь к Богу каждый день если ты не пытаешься войти в его присутствие тогда он тебя не сможет обличить. Ты будешь продолжать все это делать и будешь рад. но когда что-то черное находится в его свете то это очищается. вы понимаете Ты можешь быть хорошим верующим и продолжать жить, как ты живешь. И это будет нормально. Скорее всего. Второе, когда мы говорим о любви к людям, это тоже, что произошло несколько дней после. Когда мы пренебрегаем другими людьми, люди, которые находятся в определенном положении. Подумайте, что у вас есть друзья, все эти друзья верующие. И вдруг кто-то, кто начинает грешить, и спускается вниз. И вдруг ты как бы смотришь на него, и так между делом говоришь ему, ну все, хватит, остановись. Но он продолжает. Человек спускается вниз. Еще и еще. И я думаю, что происходит это у многих. И такая реакция своего рода, что ты начинаешь быть против этого человека. Ты где-то начинаешь осуждать его. Говоришь другим, смотри, что с ним происходит. Он полностью упал. И ты обвиняешь его. Может ты это делаешь сам в себе, может перед другими людьми, это не важно. И это происходит между нами, между верующими людьми. И тогда в одной из молитв со мной произошло следующее. Что такие были у меня чувства по отношению к одному человеку. Человек, который немного отошел. Может сильно отошел. Только Бог знает. И у меня было чувство вины по отношению к человеку. И тогда Бог говорит мне, почему ты так относишься к человеку? Человек падает. Почему ты не простираешь ему руку? Почему ты еще сильнее наступаешь на него? Почему ты еще сильнее втаптываешь его в грязь? Своей виной, своими словами, своим отношениям. Кто тогда его спасет? Кто за него встанет? Кто прострет ему руку? И тогда Бог опять наполнил меня такой же любовью, как до этого. Он говорит, я именно ради этого избрал вас. Именно поэтому вы верующие люди, которые должны стоять за падающих. И вы знаете, в нашей жизни это происходит много. Когда мы видим молодежь, которым все равно. Они не очень открыты. Или пренебрегают. Или мир их очень сильно тянет за собой. И тогда ты говоришь, ладно, пусть идут, делают что хотят. Что я их? Папа? Или я их мама? Это их выбор. Но Бог говорит, нет. Не пренебрегай. Не пренебрегай любым. Встань за Него. Прострей ему руку. И помоги ему вернуться к Небесному Отцу. И это истинная любовь. И только Бог наполнен такой любовью. Такая любовь по природе в нас не находится. Это любовь, которая приходит от Бога. И, возможно, для того, чтобы наполниться этой любовью, нужно сначала очиститься. Нужно быть другим инструментом. Выкинуть старый инструмент и принести новый. Который готов служить Богу. Я думаю, что в следующий раз мы продолжим говорить. Потому что очень важную часть во всей этой теме, это молитва. И я знаю, что мы, как община, есть те, которые больше молятся, есть те, которые меньше молятся. Есть те, которые вообще не понимают, зачем это нужно. И я хочу только сказать пару слов, и, может быть, в следующий раз продолжим. Почему мы не молимся? Почему мы не молимся? И есть для этого несколько причин. Иногда мы не верим в силу молитвы. Мы не верим, что можно получить ответ. Это одна из причин. Иногда у нас есть большое разочарование, и когда мы много лет молились за что-то, это не произошло. Может быть, не годы, может быть, месяцы, может быть, недели, но этого не произошло. И тогда мы отказались и говорим, ну, молитва не работает. А есть те, для которых молитва, это очень скучно. Все то же самое. Бог благослови меня. Мою семью. Все то же самое. И это неинтересно. Вмять, что это за молитва? Но так многие из нас живут. Когда мы так смотрим на молитву, мы не понимаем, что может быть больше, и в этом есть причина. И я еще говорил, что у нас есть разные приоритеты. Мы думаем про другие вещи, и молитва не стоит на первом месте. Мы не понимаем, что это за тайна, что это за основа веры, и что это может сделать. И еще одна вещь, которая может быть критичной, Это что у нас нет обязательств, что мы слабые. У нас нет самодисциплины. И если ты один день захотел, то через два дня, из-за отсутствия самодисциплины, уже ничего не происходит. Возможно, есть и другие причины для каждого. Но я хочу, чтобы вы представили, что вы можете помнить, что ваша молитва может изменить характер человека, что ваша молитва может изменить сердце и мысли этого человека, что его молитва может попросить прощения и измениться внутри. Что ваша молитва может обличить его. Что Бог обличит его. И он покается. Тогда не стоит ли молиться? Скажите, не стоит ли тогда помолиться? Когда ваша молитва может неверующего человека привести к вере. Что ваша молитва может спасти человека, который падает. И изменить всю его жизнь. И вытащить его из грязи и привести его в чистой одежде к Богу. Ваша молитва может изменить то положение, в котором вы находитесь. Обстоятельства, которые происходят с вами. То давление, в котором вы находитесь. И ваша молитва может исцелять других людей. Да. Молитва может исцелять других людей. Бог дал нам эту силу. Ваша молитва может разрушить противоборствующие силы. И победить силу дьявола, потому что написано тот, кто в нас больше того, кто в мире. Почему мы не верим этому? Потому что тоже есть причины для этого. Или мы просто не верим и не готовы это принять. Или мы не используем, не исполняем это в нашей жизни. И тогда ничего не происходит. Иногда мы непостоянны. Непостоянны в нашей молитве. Я расскажу вам один рассказ и на этом закончу. был один человек который решил что он будет молиться за пять других человек. Это люди которые были совсем не верующие. Может это были его друзья или родственники, я не знаю. и он обещал что каждый день он будет молиться за них. воины и через год постоянных молитв один человек пришел к вере. И он был рад что один человек пришел к вере и Бог услышал его молитвы. Это было как первое для него это был как первый плод. Несмотря на то что это был целый год но его это ободрило и он продолжил молиться. Через три года еще один пришел к вере и он еще раз пришел к Богу и поблагодарил его. Он говорит отец моя молитва работает. Он не сдался после месяца и недели. После пяти лет еще один человек пришел к вере. Но самое интересное что за одного человека он молился за шестьдесят четыре года. Шестьдесят четыре года каждый день. Шестьдесят четыре года он молился за одного человека чтобы он принял Бога. И он не видел что это происходит. не видел что это происходит. Он был уже пожилым человеком он умер. А во время похорон его тот человек покаялся. Бог отвечает на молитвы. Если мы не отказываемся. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя я молюсь чтобы ты наполнил нас своей любовью. Любовью безусловной. Любовью безусловной. Чтобы мы могли любить тебя и искать твоего лица. Чтобы мы могли приближаться к тебе и получать от тебя силу. Чтобы мы могли стоять за людей которые падают. Чтобы мы ни от кого не отказывались. Чтобы мы были те которые простирают им руки. Наполни нас изнутри. И очисти нас. обрати нас потому что мы тоже ошибаемся. Мы нуждаемся в твоей силе. Помоги нам укрепиться в Малитве. Ваиме Ишуа Мессия. Аминь. Продолжение следует...